всем привет здравствуйте я очень рада вас слышать и видеть сегодня на канале woman inside я хочу еще раз напомнить что мы запустили новый проект чтобы мне было интересно снимать эфиры чтобы мне было это полезно тоже но что если это полезно будет мне интересно вы будете получать море тонны просто невероятной энергии вы это знаете прекрасно и в принципе мы вас этому и учим woman inside уже 12 лет обучает делится развивает и поддерживает женщин для того чтобы они жили они существовали чтобы они учились любить себя доверять себя чувствовать себя развивали свою чувственность свою кайфушность умение наслаждаться и я буду очень рада если вы уже тоже так умеете сначала сделать себе хорошо и точно знаете что это делает хорошо всем людям которые окружают вас потому что счастливая мама здоровые дети счастливая жена удовлетворенно это развивающиеся и счастливый на самом деле мужчина и я рада видеть объявить сегодня у нас второй эфир по вторникам и четвергам где-то примерно днем обычно это будет в 5 вечера мы будем с вами встречаться на канале youtube в инстаграме и фейсбуке и woman inside и будем узнавать чужие секреты я приглашаю людей которые меня вдохновляют я приглашаю людей которые многого добились я хочу знать как это жить они существовать какие их секреты успеха и сегодня я так я вижу да у нас много новеньких пишите пожалуйста хорошо ли видно слышно для вас для этого вам нужно написать свой город макс где комментарии пожалуйста хочу комментарии сейчас секундочку девочки я сразу на увижу спасибо Продолжение следует... 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 сексуальных платьевчик вот я покупала последние три года дольче габбана потому что круче них мою фигуру никто не делал на я чувствовала себя моникой белучи вот но я нашла варду и понимаю что дольче габбана потерял клиента потому что у нас теперь есть свои сексуальные платья она делает просто фантастические сексуальные платья купальники у меня есть пальто если помните мое выступление в минске черное платье красное пальто с поясом с кисточками ну в общем очень женственно и сексуально давно заблю наблюдаю за вардой буду рада познакомиться с ней прямом эфире и еще она чемпионка мира по пол-дэнсу и у нее сеть варда шоу-румов она сейчас нам об этом расскажет ну конечно она просто очаровательная совершенно девушка красивая вот моя моя вот я бы женилась на если я была мужчиной именно на такой женщине невероятной красоты на еще я сейчас ей прям ее приглашу а потом ей кое-что скажу еще в представление гостям так ищу нашла добро пожаловать в ума на сайт варда специально для нас так я пригласила ты есть я сейчас включу красивый фильтр если он конечно нам не не ухудшит у нас есть фильтр смотри видишь верю в себя и в красную помаду не святая я живая в ума нын сайты видишь как классненько так сказать сказать что я тоже являюсь уже членом этого сообщества чего очень рада потому что не так давно у меня был запрос на новых друзей скажем так то есть так получилось что в моей жизни сменился круг общения и ну как то так получилось что какие-то люди отпали какие-то переехали в общем и я в какой-то момент стала нуждаться в подпитке до какого-то нового интересного общения и чтобы это были не просто такие как бы знаете посиделки по болталке а чтобы это было каким-то более глубинным смыслом и мне кажется что вы и ты светлана жизни не случайно по этому запросу и ваше сообщество тоже так что я сейчас кое-что скажу а пока я попрошу тебя развернуть так ну сесть в инстаграме вот в эту сторону чтобы комментарии не были на лице просто передвинуть чуть-чуть телефон чтобы я уже увидела это по чужим трансляциям что можно сидеть так что комментарии не плавали на лице бесконечно красивая женщина у нас в гостях сегодня пишите пожалуйста свои вопросы пишите привет варди кто знает и наблюдает и подписан в инстаграме например вот и я хочу сказать что я думаю что мы очень похожи я думаю что мы когда-то в одной из прошлых жизней с тобой вместе горели на костре как ведьмы у меня вообще ощущение было что мы реально знакомы я уже перебирала в голове там детский садик школу мы где-то же мы пересекались однозначно не может быть ты смотришь на человека и ты его знаешь как такое может быть вообще и у меня был шок когда мне прислали фотографии что у нас магазине сейчас находится светлана керимова я понимаю что мой запрос в космос он был отправлен и вот пожалуйста а твоя девочка в киеве которая работает в шоуруме варда она наша клиентка она проходила в киеве обучение она меня когда увидела ты увидела эти глаза она упадет там в оморок вот голая керимова бегает по шоуруму да да мы благодаря этому бренду храним многие секреты многих людей мы видели в разных видах так очень круто так варду видно плохо это пишет в инстаграме я думаю что вам нужно будет перейти возможно в youtube потому что мне тут и видно в ютюбе просто офигительно красиво пишут что ничего не слышно я здесь отключала звук чтобы у меня нет боимся с ютубом возможно мне нужно его что делать что делать нет не знаю девочки скажите пожалуйста света фонит эхо света фонит давайте попробуем что-то сделать но я просто не понимаю что сделать звук пишите пожалуйста кто слышит кто видит возможно мне перейти на эхо светлана говорит фонит светланы эхо в ютюбе нормально слышно и видно что делать я думала друг друга хвалите но есть правила этикета приветствие и так далее если вам сложно выдержать похвалу других людей задумаешься я вижу там просто кто-то пишет возмущается что мы тут нахваливаем друг друга скажи мне просто понимаешь в чем дело эхо я просто облохну ладно понимаешь в чем дело это большая редкость когда две женщины красивые могут друг другу дать признание и вообще как бы искренне друг другом восхищаться и это такое здорово и женское сообщество я считаю правильно девочки так и есть мне кажется что это так здорово если есть кто-то кто может тебя поддержать кто может сделать комплимент они наоборот у нас в клубе это нормально поддерживает друг друга хвалить друг друга и помогать друг другу быть конечно поднимать самооценку так поехали у меня значит ничего не слышно фонит невозможно слушать девочки ну давайте попробуйте а у варда что делать наушник одеть варда ты можешь надеть наушник так сейчас будем искать наушники потому что девчонка девчонки мучаются это плохо так пока мы надеваем наушники давай сейчас мы все сделаем так я вам хочу сказать что сегодня я выбрала вопросы которые интересуют меня потом я взяла вопрос из нашего сообщества в умын от наших членов сообщества и конечно я возьму вопросы с этого эфира к телефону там где skype подключить наушники ты уверен к инстаграму нет надо к телефону где наушники говорит макс у нас тут и мы пацаны командуют короче вот в ютюбе все отлично слышно молодцы все слышно видно так все мы сейчас вернемся связь ужасная да поехали смотрите получается у нас сейчас первая часть будет это вопрос о том что для варды жить а не существовать то есть что самое важное для того чтобы она чувствовала что она дышит полной грудью живет что ее жизнь такая как она хочет вот какие важные вещи составляющие правила какие какая ее точка зрения на основную тему нашего эфира как жить а не существовать потом конечно я возьму ваши вопросы и вопросы из сообщества договорились так все вернулась теперь хорошо девчонки пишут что все хорошо теперь варда скажи мне пожалуйста главный вопрос эфира мы на него ответим сразу что такое для тебя жить а не существовать то есть как что важно ну это делать то что мне нравится получать от этого удовольствие и как побочный эффект еще получать с этого деньги это мне кажется идеальная комбинация когда ты делаешь свою работу делаешь ее с любовью тебе еще за это платят так то есть получается для того чтобы жить а не существовать нужна реализация делать любимое дело и там приносить пользу ну мне кажется что люди так устроены что радость им приносит не просто какое-то занятие а то которое у тебя действительно получается потому что если ты очень я не знаю хочешь играть на гитаре но у тебя это не получается вот сколько ты бы не старался то как бы скорее всего ты будешь огорчаться а если ты делаешь долго что-то что у тебя начинает получаться конечно это тебе приносит удовольствие конечно тебе это приносит радость то есть ты делаешь что-то у тебя получается ты испытываешь от этого большую радость моя работа вся связана с творчеством поэтому у меня нет ощущения что я в принципе работаю от этого у меня даже есть какое-то чувство вины за то что я бездельничаю потому что ну какая же это роскошь делать то что тебе нравится и ну делать из этого еще бизнес супер что еще в твоей жизни должно быть что для тебя важно в твоем дне чтобы ты чувствовал что ты живешь а не существуешь танец так или иначе в моей жизни присутствует и бывали моменты когда я расставалась с ним и могу сказать что это прям были грустные моменты и только сейчас я осознала что без этого я реально не могу жить то есть если я занимаюсь танцами у меня совершенно все по-другому происходит во всех остальных сферах и даже когда тебе кажется что на тебя наваливается очень много работы там другой работы да то есть и раньше я преподавала сама танцевала сначала я выступала была артистом участвовала в конкурсах потом я начала преподавать а когда ты становишься бизнес-вумен ты переключаешься на ряд других каких-то уже не таких творческих до моментов возможно и ты начинаешь из своей жизни что-то отодвигать и вычеркивать и я просто поняла когда я перестала заниматься танцами у меня стало сыпаться все остальное и только когда я вновь вернулась танцевальный зал уже в качестве просто как клиента то есть я могу посещать своем клубе занятия с остальными ученицами просто прихожу в группу к другому тренеру позаниматься и ощущение после этого удивительные и сейчас мы проводим онлайн эфиры и я кайфую потому что каждый день там 17.00 я выхожу в эфир про провожу занятия и мы дарим эти же эмоции и другим девочкам и сама точно так же я наполнять то есть я могу сказать что первые две недели карантина у прям депрессия вот и не принять этой ситуации и шок с одной стороны я вроде была как рада отдохнуть да потому что до этого у меня просто такой возможности не было с другой стороны чувство ответственности страха перед неизвестностью перед будущим самое ужасное что мы не знаем когда он закончится до этот карантин вот и я две недели грустила грустила а потом решила но почему бы и нет почему бы не сделать эти прямые эфиры и вот начались эти эфиры и все за все начало жить играть новыми красками и я понимаю что в мой день без танцев и моя жизнь просто невозможно так девчонки напишите мне пожалуйста варда девочки которые на ютюбе просят чтобы вы смотрели на них тоже то есть как-то как-то туда смотреть все у нас на ютюбе шикарная картинка я могу теоретически вот как-то вот так развернуться чтобы быть как бы вот вот так если это нормально еще вопрос у нас проблемы с инстаграмом потому что ты в тумане что пишет еще на видно только светлану варда в тумане как же так интернет какой или что я себя вижу конечно возможность как это сделать что-то да ой какая красивая сразу еще красивее стала девчонки а вы пока напишите без чего вы не можете чтобы проходил ваш день то есть что дает вам ощущение что вы живете а не существуете у кого-то это может быть танцы у кого-то это может быть я не знаю пробежка у кого-то может быть это пение рисование для кого-то это дети для кого-то это ну там я не знаю секс ну да было бы любопытно потому что наверное у всех рецепты разные и здорово было бы ими поделиться потому что нет одного до идеального рецепта борща или там пирога какого-то для каждого он свой но прежде чем найти свой нужно попробовать приготовить там 10 видов борщей и так далее поэтому если сейчас поделится будет здорово может быть кому-то танцы станут открытием а для кого-то ваша радость будет открытием светлана мальцева пишет без приложения woman inside теперь не проходит ее день все прекрасно так стало я кстати мой выход мой выход из депрессии начался после просмотра твоего как раз видео где ты делилась делилась вот именно своими ощущениями после карантина что это нормально да злость вот это вот непринятие ситуации и ты рассказывал там о том что это как-то связано с дет с детством и с запретами которые у нас были я стала анализировать и думать я поняла что я очень противлюсь любым запретом то есть мне вообще ничего нельзя запрещать и моему мужу иногда сложно со мной потому что вот мне прямо сказать вот это нельзя это значит я точно буду это делать вот и и чтобы как-то вот со мной договориться нужно прям такие армянские схемы как я так армянские схемы давай мы ответили на главный вопрос эфира теперь познакомимся потому что многие рады познакомиться узнать подробности как всегда скажи пожалуйста получается стык о национальности армянская красавица правильно мой отец армянин а мать моя марийка марийка это национальность это не имя еж карала вот такая смесь и собственно говоря родилась я но фамилия у меня я родилась родилась и выросла в украине в замечательном городе городе кривой рог и жила там до 28 лет и после своего первого брака неудачного скажем так не развилась но или удачного интересного опыта я переехала в россию жить в москву потому что моя мама здесь жила и собственно говоря все уже карьер дальнейшую строилась здесь здесь я сейчас и нахожусь я так понимаю что я смотрела в youtube на youtube канале что у тебя есть квартира в киеве ты какое-то время назад жила в киеве а сейчас ты в москве правильно да да так и есть я жила в киеве с мужем после развода я переехала в москву и собственно говоря здесь начинала жить заново получается 6 лет уже 6 лет я живу в москве даже седьмой год седьмой год еще вопрос это танцы я так понимаю что с детства твоя жизнь это танцы ты знаешь не совсем так если говорить о хореографическом профессиональном образовании у меня его не было но меня всегда в это толкали то есть я занималась в цирковой студии я была циркачка я мечтала быть воздушной гимнасткой выступать под куполом цирка и как сейчас я шучу что я выступаю только на железном канате вот это как-то видоизменилась моя мечта немного в процессе что-то пошло не так и я занималась спортом занималась гимнастикой акробатикой и я выступала в ночных клубах со своим акробатическим номером и там были первые танцовщицы которые выступали танцуя на шесте тогда мы это называли труба вот тогда это называлось не иначе как стриптиз то есть не было такого названия красивого полдэнс вот я была первой чемпионку украины по стриптизу если у нас украинская аудитория есть возможно кто-то сейчас кого-то сейчас осенит и он поймет что я знаю эту девушку в 2003 году телеканал стб организовывал всеукраинский чемпионат по стриптизу я выступал под псевдонимом черный ангел я обычно шучу что у меня уже третье поколение поклонников потому что кто-то меня знает еще вот 2003 года как черного ангела танцующего под песню есть в графском парке черный пруд кто-то меня уже знает как создательницу купальников кто-то знает как чемпионку полдэнса потому что официально я стала первой чемпионкой россии как я стала чемпионкой россии на тот момент я жила в украине и просто узнала что в россии будет проходить вот такой турнир что этот вид спорта а теперь в танце называется полдэнс и что вот есть такие соревнования что победительница этого чемпионата поедет на чемпионат мира и я написала письмо организаторам что я живу в украине я армянка но я занимаюсь полдэнсом и очень хочу принять участие в вашем ваших соревнованиях могу ли я это сделать если у меня там украинское гражданство несколько что таких ограничений запретов нет поэтому вы можете переезжать выступать единственное что вам нужно будет выступать за какой-то конкретный город но так как соревнования проходили в питере я подумала что буду выступать за питер как минимум могу рассчитывать на зрительскую поддержку в зале а вот и собственно говоря так и стала первой чемпионкой россии вот официально поэтому даже моя мама помнит или знает очень да да на самом деле правда когда начинаешь говорить потому что сейчас у нас талант шоу какие-то шоу телевизионные проекты они на каждом канале в с утра до вечера идут тогда это был первый такой масштабный проект который действительно смотрели все у меня помощница дарьи которая со мной работает уже семь лет она говорит что ей родители не разрешали смотреть телевизор вот и она тогда была еще совсем юная ее родители за меня болели и отправляли сообщение вот спустя там какое-то время она пришла ко мне работать и вот мы уже много лет с ней сотрудничать смотри мы перешли к следующему вопросу как раз про любимое дело смотри насколько я понимаю ты что-то любила что-то делала хорошо в этом двигалась и была мастером и потом из этого из твоего большого вложения времени труда и того что ты становилась более профессиональная и крутая в этом ты из этого и смогла сделать бизнес да на самом деле в детстве я прям делала все что только может я занималась шитьем так у меня мама швея портная профессиональная я шила шила куколкам шил себе одежду я выступала вот как артистка я занималась вокальном кружке в школе и получается первая подработка но это как у всех там на летних каникулах мы устраивались работать в кафе официантками а потом я узнала что есть такая караоке палатка это сейчас караоке рестораны да тогда это было в парке стоящая палатка микрофон со шнуром где люди пели песню и должны были набрать 100 баллов и человек который включает эти песни который заполняет паузы ну то есть это работа и мне предложили вот такую вот работу так как я более-менее там пела как бы с техникой разбиралась и я так и начала работать вот ведущей караоке вот и для меня было тоже тогда удивительно что я очень люблю петь я просто получала деньги за то что я пою то есть я туда приходила как клиент платила деньги чтобы спеть и тут мне делают такое заманчивое предложение то есть ты можешь петь неограниченное количество вообще песен и при этом мы тебе еще будем платить но это же идеально вообще и я просто из тех людей которые говорят всегда да то есть я я очень ну такая подвижная скажем так я конечно да и я так проработала лето в караоке а рядом было кафе где был первый в городе как тогда назывался стриптиз и мы прибегали посмотреть причем это кафе было затянуто такой защитной сеткой и мы заглядывали вот через эти щелочки просматривали это шоу эротическое вот ну и так как у меня была очень хорошая подготовка я занималась цирковой студии я так смотрела и думала но я бы наверное смогла лучше я так про себя думала вот и потом получилось что лето закончилось я пришла устраиваться в это кафе как артист цирка и потом меня так плавно раз как бы ночью когда все расходились мне хотелось попробовать на этой жердочке что-то сделать и начала придумать какие-то трюки элементы и так появился по сути первый в городе полдэнс потому что то что я делал это не стриптиз то есть я не раздевалась я дело красивые элементы трюки и так случая что люди начали приходить на мои выступления специально то есть они спрашивали сегодня выступает черный ангел да и опять то же самое то есть я занимаюсь танцами я делаю то что мне нравится и получаю за это деньги когда мне было 17 лет то есть я тогда не не думал что это станет моей профессией скорее меня наоборот все время пугало что я что я не имею профессии что же мне делать кем я буду когда я вырасту хотя деньги я зарабатывала самого детства вот ну и как-то так я решила поступать в первый университет мне был уже 21 год и к тому моменту я уже стала чемпионкой украины я выиграла уже несколько международных соревнований я понимала что мне нужно двигаться в этом же направлении я мечтала создать свое шоу и я подумала что для этого мне нужны режиссерские знания и я решила поступить на режиссуру эстрады вот так вот я собственно говоря продолжала двигаться в одном и том же направлении занимаясь только тем что мне нравится супер девчонки я думаю что вам нужно это учесть и записать ту часть вашего какого-то блокнотика потому что там где вы спрашиваете меня постоянно про предназначение про то как найти себя как начать свое дело про то где вы пишете кучу отговорок почему вы не начинаете там не ищете любимую работу почему вы не двигаетесь в том хобби увлечения которое делает вашу жизнь яркой и интересной почему вы в нем не двигаетесь не зарабатываете деньги то есть вам вот вам примеры человека который ну вот просто делал то что любит и понимал что нужно делать следующую ступень куда следующий следующий уровень ну и просто барахтался на в своем скажем так в своей воде что было дальше как тут пишет вопрос где вы обучались бизнесу варда получается как ты смогла сделать во первых сеть леди как это называется студии у нас получается сети можно сказать только шоурумах если говорить о клубе пока он только один варда леди склаб он находится в москве это 300 квадрат 300 квадратов женского счастья мы называем его садик для женщин вот и сейчас у нас три шоурума один шоурум москве один в киеве и еще один мы открыли в питере на самом деле как-то специально я прям бизнесу не обучалась что-то приходило в процессе я прошла все этапы сама то есть я сначала была на телефоне как менеджер то есть я дизайнер я креативный директор я же менеджер по продажам я же человек который снимает мерки я же была курьером то есть когда я переехала в москву по сути я но обрела свой бизнес и дело своей жизни уже после развода будучи ну достаточно взрослым не было уже там 28 29 уже к 30 годам и мне пришлось начать всю жизнь сначала потому что когда я жила в украине я строила свою жизнь как артист то есть я была медийной личностью у меня было своих шоу с которым я выступала пела танцевала гастролировала снимать каких-то телепроектах и просто моя жизнь вот поделилась на до и после так получилось что и в стране произошли не самые приятные события плюс моей жизни они произошли мне пришлось начинать сначала и когда я приехала в москву первое что я могла делать что я умею я умею танцевать здесь меня как артистку как известную личность никто не знал поэтому я просто взяла в аренду зал почасово и через инстаграм набрала девчонок которые хотят учить танцевать и что самое интересное многие девушки приходили ко мне для того чтобы получить уверенность себе да в тот момент я сама была не очень уверена в себе потому что я была после развода я ездила на метро я жила у подруги на диване мои вещи хранились в диване на котором я спала и чтобы что-то оттуда достать нужно было поднимать крышку дивана ну в общем но мне приходилось быть сильным не приходилось быть уверенной для того чтобы отдавать людям то зачем они пришли сейчас со всеми девчонками я дружу а вот и они конечно тоже с улыбкой наблюдают те изменения которые произошли то есть если посмотреть со стороны кажется все это с неба свалилась на самом деле нет то есть я очень долго двигалась в одном и том же направлении и делала то что я умею делать то что я люблю параллельно с танцами я создавал одежду всегда для себя и так получилось что кто-то спрашивал а что это на тебе за купальник можно сказать что тебе не хватало ну грубо говоря ты не могла не находила вещей которые бы полностью соответствовали тому что тебе было нужно вот и грубо говоря из боли родился бренд варда на то есть из твоей собственной там того чего тебе не хватало сексуальности например женственности в одежде на самом деле вся все что я делала ну было так или иначе пропитана вот женственностью и сексуальность и когда я начала создавать одежду она не могла быть другой то есть это была часть моих то есть вот какие танцы да как я танцую как я на сцене такая же одежда было бы странно если бы начала людей одевать какие-то мешковатые угловатые там вещи да черного цвета я не знаю коричневого то есть конечно как бы одежда была вся такая в моей одежде прослеживается такая нотка артистизма да какие-то кисточки бархат какие-то блестки кое-где я стараюсь делать это очень деликатно но тем не менее они присутствуют и в принципе я помню что я вообще информацию впитываю как губка и какие-то фразы которые могу сказать фразы которые изменили меня или которые помогли мне однажды я пришла на консультацию к юристу а мне хотелось зарегистрировать свой логотип ну мне тогда как и всем казалось что начать нужно с того что ты регистрируешь логотип я даже сейчас очень часто спрашивают чего начать как вы думаете нужно оо или ип я говорю подождите подождите вы сначала создайте что-то что захотят купить что кто-то ну как бы захочет и только потом уже думайте о том ип это оо и так далее вот а тогда я тоже как и все как бы начинала с какой-то не с той стороны но что мне понравилось так как я была очень многогранна я тогда и пела и танцевала и я думала что я буду выпускать там одежду и это я буду и то я буду я думал что между сделать 10 логотипов я помню что мне сказал юрист что нужно чтобы развивать одно имя и один бренд более того тогда мне почему-то хотелось какой-то псевдоним себе взять хотя у меня свое прекрасное имя и в принципе а не да и в принципе как бы тогда и пришла мысль о том что пускай все это будет просто под именем варда чтобы я не делала вот как бы варды и варда это танцы варда эта одежда варда это журнал у нас свой журнал есть вот то есть как бы все что я делаю вот и мне хочется чтобы варда в принципе ассоциировалась женственностью сексуальностью с реализованностью я не знаю с успехом недавно смотрела интервью одного психолога и ей задали вопрос вот что такое успех и впервые наверное я услышала такую формулировку потому что в основном люди меряют успех только деньгами да то есть успех у меня там три дома пять машин там детьми я не знаю еще что то она сказала о том что успех это когда ты имеешь работу от которой получаешь удовольствие наверное мы все к этому стремимся вот просто в кайф делать вот тебе нравится и ты этим занимаешься но большая еще проблема почему очень многим не удается да то есть кто-то говорит а как мне решиться на это то есть кто-то да кого-то отправили родители учиться на юриста кто-то случайно попал в банк и остался там работать не очень много присылает резюме девушки работающие банки умоляют варда я хочу прийти к вам работать вот что-нибудь связанное с творчеством с красотой и очень сложно начинать сначала если вы долго шли в другую сторону и нужно сейчас да то есть это как бы ну нужно начинать сначала вот это очень сложно сделать но по-другому никак не будет нужно начинать маленькими 10-20 вы будете вспоминать о том что вы не начали тогда сначала порывы были и будете думать боже какая дура да еще и еще такой момент что не все готовы делать усилия да то есть допустим мне присылает девушка резюме вот из банка я хочу работать а какая у вас зарплата я говорю ну у нас зарплата там 80 тысяч рублей она ой но я в банке получает 120 тысяч рублей то есть как бы 40 тысяч рублей опуститься вниз как бы она не готова но я говорю вы сколько в банке работаете но я работаю там 10 лет но вы же понимаете что вы же не за один день пришли к зарплате 120 тысяч не у каждого сотрудника банка такая зарплата да то есть это был какой-то путь вы к нему шли если вы начинаете сначала нужно быть готовым что вам что-то придется даже бесплатно делать то есть я в этом смысле абсолютно готова за опыт делать очень многие вещи то есть я помню когда я приезжала выступать в крым то есть я хотела работать в крыму летом выйти на море загорать на солнышке и зарабатывать деньги но когда я туда приехал я обломалась потому что никто меня там не ждал и когда я приходила в кафе и ресторан и мне говорю вы знаете у нас уже артисты работают уже четыре года подряд одни и же нам никто не нужен и ну возможно кто-то бы другой развернулся бы и ушел но не я конечно же я говорила а можно я вас выступлю бесплатно от бесплатных выступлений никто не отказывался я напишите пожалуйста барда совсем не видно в инстаграме нет ни картинка висит не видно не я вижу себя такую красивую все так прекрасно что печаль полная и в инстаграме эфир совсем у нас начался жуткий ливень может быть как-то с этим связано обычно в такую погоду интернет плохо работает это пишет мне что светлана обратите внимание я вижу ваши комментарии но я не знаю что я могу сделать макс я же ничего не могу сделать напишите мне пожалуйста из этого куска нашей нашего эфира что вы услышали что вам было полезно вы слышите какой путь прошла наша героиня что самое главное это да это пробовать это делать то что ты любишь это делать это даже если не видишь пока обратной связи да или не видишь отдачи точно вкладываться по максимуму и награда придет я правильно подрезонировала только единственное знаю что вот эту вот фразу вкладываться по максимуму могут понять неправильно я сейчас скажу что я имею ввиду иногда люди думают вот например я решила заняться созданием одежды и человек берет кредит и начинает заниматься созданием одежды не понимая очень многих вещей то есть вот мы говорили о том как можно научиться бизнесу из-за того что я делаю все очень маленькими шагами вот эти уроки они обходились мне недорого да то есть если бы я взяла кредит и начала создавать бренд одежды и я бы точно прям вляпалась в какие-то проблемы но так как я начинала с того что я просто шла покупала метр ткани и шила один купальник и продавала его конкретному человеку то есть я выполняла как бы заказ да они отшивала партию которую потом не знала куда деть и я двигалась маленькими шагами более того когда я захотела создать свою первую коллекцию но у меня не было денег чтобы ее шить я придумала такую схему значит я нашла иллюстратора профессионального который очень красиво рисует я сфотографировала ткани которые я еще не могу купить я только хочу их купить но пока не могу я сфотографировала эти ткани отправила ей фотографии нарисовала кое-как там технические эскизы и попросила ее нарисовать правдоподобные до иллюстрации моих идей и я начала продавать одежду просто по рисунку то есть людям настолько нравился этот рисунок что я продавал по рисунку то есть люди вы видели да красиво и дальше стоит задача следующая сделать не хуже чем на рисунке у меня до сих пор этот страх есть я продолжаю работать с этим иллюстратором уже очень много лет и мы до сих пор прорисовываем наши коллекции вот сейчас мы делали спортивную также отрисовали и я говорю так теперь главное чтобы она получилась такой же красивой как на рисунках вот и вот вкладываться по максимуму но аккуратно на то есть разумная хозяйка разумная хозяйка я говорю всегда что если женщина смогла организовать свое тело то есть ну как бы организовать до дисциплину тела если она сможет организовать свою красоту или дом свой быт детей когда все просто налажено и все красивенько и все просто везде радость то бизнес она точно сможет сделать или работу свою какой-то компании крутой нас может свою тоже организовать поэтому здесь разумная такой подход разумное потребление помните я приводила пример что если вы хотите попробовать пойдет или не пойдет делайте там 10 своих садовых домиков попробуйте их сначала продать а потом посмотрите нужны ли людям садовые домики в которые дети на деревьях будут делать тебе халабуды на то есть сначала попробуйте и вот тут у нас было понятно что спрос есть правильным давай так на сегодняшний день твой бизнес скажем так до коронакризиса да твой бизнес бизнес это было ну вот какие какие достижения а потом скажем так что произошло сейчас ну в ардере дисклаб это клуб который ежедневно приходили женщины заниматься танцами ну эволюции себя мы это так называем то есть у нас не только танцы мы лекции какие-то проводили и также одежда после того как объявили вот да ситуацию самоизоляции даже до самоизоляции вышел запрет на проведение тренировок занятий то есть мы попадали под эту сферу то есть физическая культура как бы попадает нельзя заниматься спортом рядышком друг с другом то есть клуб как бы запретили на шоурум еще какое-то время работал после того как уже вышел указ по самоизоляции естественно мне нужно было принимать быстрое решение то есть у меня большой коллектив люди снимают квартиры у них есть дети ну то есть нужно зарабатывать деньги я приняла решение первое это вывести товар то есть чтобы иметь к нему доступ потому что я не понимала смогу ли я перемещаться по улице то есть я вывезла товар для того чтобы осуществлять продажи онлайн в принципе мы до этого очень много продавали онлайн поэтому опыт у нас такой есть впервые мы сделали скидки потому что в принципе у меня так построена как бы компания да что как бы я считаю что скидки делают на какой-то плохой товар то есть та цена которая у нас есть наших изделий она абсолютно оправдана высоким качеством пошива ткани дизайном и так далее но сейчас для того чтобы кормить всех людей всех сотрудников иметь возможность как бы да не потерять бизнес мне пришлось делать скидки вот мы сделали скидки сделали упор на это и упор на продажи онлайн поэтому мы вполне как бы очень хорошо пережили этот месяц да да единственное что конечно впереди нас ждут как бы трудности финансовые связанные с оплатой аренды помещения потому что москва кутузовский проспект у нас очень дорогая аренда и пока нам не идут вообще на встречу никоим образом не уменьшая даже какие-то элементарные вещи даже за интернет нас вынуждают заплатить да вот хотя мы им не пользовались целый месяц но вот как то так об этом будем думать уже позже так а шоурумов сколько шоурума 3 вот получается в киеве уже полгода мы вот вчера буквально отпраздновали нас первых 10 тысяч подписчиков появилась уже в киевском шоуруме да да вот и получается в питере мы открыли совсем недавно если честно мы даже не успели взять разгон мы прям вот только двигатели до включили только собрались и тут как бы полет запрещен вот но мы тоже не расстраиваемся мы ждем окончания карантина и надеемся что после этого у женщин желание быть красивыми да да вырастет намного потому что мы же часто вот в обычной жизни ай сил нет краситься сил нет каблуки надевать а сейчас голод да реально хочется мусор просто вынести уже на шпильках поэтому мне кажется вот крайность будет такая мне кажется что крайность будет как раз вот связана с тем что мы будем наряжаться просто к месту и не к месту надеюсь я люблю красивых женщин а еще кстати еще возможно кто-то тоже просто занимается бизнесом что очень важно это быстро адаптироваться то есть творчество оно тоже очень часто рождается не очень часто всегда рождается из вытекающих обстоятельств и ко мне пришла идея о создании интересных футболок я прочитала новость о том что сейчас не люди выгуливают собака собаки выгуливают людей и что даже собака вот в испании там в аренду сдавали на прокат типа если хочешь выйти на улицу то есть можно было только с собакой как бы и у меня пришла идея создать футболки на которых были щенки изображены там написано моя собака берет меня на прогулку и там такой ошейник как горло я кстати хотела предложить чтобы мы может быть разыграли среди ваших подписчиков вот они там разных пород можем разыграть потом подарки такие и вот собственно говоря мы сделали такие футболки которые тоже помогли сделать новые продажи потому что действительно это сейчас актуально люди выходят на прогулку с собаками и такая футболка может поднять настроение составить улыбнуться у меня тебе есть еще и дети а потом расскажу поводу футболок потому что ну это не мой как бы основной бизнес на вот тоже есть вишоп и мы производим продукцию у нас блокнот это в основном книга жизни блокнот который помогает мечтать и планировать свою жизнь блокнот коуч на майке мы пока не ну быстро не сориентировались но есть крутые идеи смешные майки такие я тебе понаписываю потом хорошо появилась связь что происходит не знаю дождь закончился блин вот сейчас красивенько девчонки простите кто в инстаграме получил плохое качество мы потом разместим в gtv нам и сможем нормальный выпал ну видео с ютюба и вы посмотрите в записи и посмотрите на эту красоту нормально все видно стало хорошо я счастливо давай посмотрим на том что на то что мы поговорили про дело мы поговорили про то что сдаваться нельзя нужно идти увлеченно с горящими глазами есть еще вопрос это так сколько тебе лет пишут 35 35 я чуть-чуть старше 35 и вопрос отношений я так понимаю что тебя был какой-то путь не то что неудач в отношениях но неудовлетворенности этой областью так могу сказать но все наверное связано с некими ограничениями которые есть в голове у меня был такой страх относительно того что во мне видят только внешнюю оболочку это один страх второй страх это я совсем о юности уже говорю да второй страх это то что мужчины которые успешные которые хорошо зарабатывают они очень как бы потребительские так относится к женщинам да и они могут ну грубо говоря сегодня ты завтра на то есть менять и выскренность как бы чувств такого человека верить нельзя что из этого вытекала из этого вытекала что я привлекала мужчин то есть если ты богатый обеспеченный успешный ты мне сразу не подходишь если как бы ты студент у тебя нет машины ты хочешь ездить на моей как бы окей типа все нормально вот и от этого были вот такие ограничивающие установки и ты это осознала сейчас да да я тогда не осознала да но я в принципе склонно анализировать как бы я разбиралась в себе как бы думал почему так вот так и в тот момент наверное когда я сказал что я устала платить за квартиру в которой мы живем вместе с парнем вот и давать ему машину свою ездить как бы в тот момент наверное начали происходить какие-то изменения я встретил у меня не было никогда заморочки там выйти замуж поскорее вот прям не было какого-то страха что меня не возьмут замуж или еще что то то есть все случается очень естественным образом мне было 24 года мой первый муж сделал мне предложение я вышла замуж вот как сейчас я уже говорю да что этого делать не нужно было потому что я говорю вот такую провожу параллель иногда в отношениях женщина как будто участвует в конкурсе то есть если ты вот спортсмен как я да у тебя есть такая черта или ты отличница ты должна всегда побеждать всегда получать пятерку и иногда мы ввязываемся даже в те конкурсы да участвовать в конкурсе побеждать в которых участвовать не нужно ну там есть на конкурс на поедание пельменей зачем тебе это испортит твою фигуру там я не знаю там будет несварение желудка еще что то но ты как бы идешь побеждать и вот мой брак первый вот это наверное была такая победа в конкурсе какая-то ну потому что у нас были такие странные отношения вот но в итоге как был он сделал мне предложение я вышла замуж в принципе первые два года были достаточно счастливы и муж меня очень любил и я его очень любила дальше пошло что-то не так не будем вдаваться в подробности вот это было очень полезно девчонки услышали кто много к сожалению женщин девушек которые не могут понять что не так почему я привлекаю не тех мужчин почему у меня там нет пары из которой нам вот такой партнер по жизни нас которым я иду возможно вы найдете тоже после этого эфира у себя какие-то ограничивающие установки которые заложены из нас как мы знаем с детства и очень много и очень много если есть прям будет записать тетрадочки я думаю что у каждой у меня даже до сих пор моя мама иногда может бросить какую-то фразу ну вот все же мужики вот вот такие я говорю мам я не хочу даже этого слышать ну как бы это не так это не так я не согласна полезно на самом деле для многих у нас есть курс перезагрузка жизни на всякий случай кто новенький перезагрузка жизни это как раз курс для того чтобы выйти новый уровень или из личного кризиса и там мы сильно много уделяем внимание именно установкам ну осознать увидеть установки знаешь как есть такой тест у меня woman inside test по чакрам или по областям жизни и мы делаем так вот оцените свои области жизни там красота и здоровье от 1 до 10 отношения с мужчиной и уровень наслаждения в отношениях от 1 до 10 насколько вы эмоционально проявляетесь свободный и ну как бы в общении с людьми другими у вас кайф от 1 до 10 насколько вы довольны домом своим рыбы там детьми отношениями погоды в доме от 1 до 10 делом от 1 до 10 деньгами делом потом своими целями развитием и вот страстью которую вы видите к своему будущему насколько вы свободны и вот это все оценить от 1 до 10 и выбрать одну самую слабую область жизни в которой больше всего у вас меньше оценка и вам там плохо ну вот не то что плохо но это то что лишает вас радости именно в этой области жизни будет самое большое количество деструктивных ограничивающих установок но сделайте это после эфира и просто выпишите какая область у вас самая слабая и какие там есть вот эти установки которые вы даже не осознаете что они ограничивают вас и вот второй момент мне кажется тоже можно сказать о том что не во всех конкурсах нужно участвовать очень часто строя взаимоотношения которые изначально уже ну не совсем до здоровые мы как бы убеждаем себя что вот как бы вот он же сделал предложение теперь все будет иначе то есть хочется как бы потраченное время да довести до логичного конца что же я так долго с ним встречала зря что ли ну как бы надо замуж выйти вот ты вышла замуж а потом в итоге развелась какой смысл был выходить я понимаю что сейчас со своей головой как бы я бы не вышла замуж за этого человека потому что изначально как бы был ряд как бы вещей которые ну показывали как бы даже что это не тот человек ну не нужно но мне вот как бы почему-то захотелось как бы выиграть в конкурсе так это понятно теперь дальше как все-таки перейти в счастливые отношения вот что счастливые отношения что первое если вдруг у кого-то ну мало ли вдруг кого-то аналогичная ситуация первое это простить и отпустить и поблагодарить то есть пока ты не простишь пока держишь обиды сложно вообще что-либо сдвинуть с мертвой точки вот то есть мне такой дали очень прекрасный совет возможно он будет кому-то полезен представьте что случился страшный пожар все что было в вашей жизни да вот сгорел дом машина квартира все сгорело но вы чудом остались живы и на вас не царапинки спасибо господу что я жива здорово идем дальше это первое после того как я смогла это сказать я начала работать да действовать что-то делать дальше тоже у меня было такое ощущение что нет никакого света в конце туннеля был страх какой-то что начать сначала в новой стране уже как бы да будучи там ну почти 30-летней девушкой как бы непросто то есть как 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 все сначала это сделать но да да и первая моя работа получится я устроилась работать хореографом а вторая как бы да уже моя идея пришла там что и так как я работала хореографом всего лишь там три дня в неделю по два часа у меня было много свободного времени я нашла зал и набрала девчонок как бы то есть у меня получилось уже две работы потом из этих двух работ вытекала третья работа я начала делать купальники опять же то есть тогда я не думала что у меня будет бренд одежды я просто делала купальник себе сделала кому-то потом еще кому-то те кто покупали купальники просили а сделай тунику я начал делать тунику потом просили челму то есть по сути наши клиенты они сами направляли нас что делать нам дальше что придумывать что они хотят что им нужно вот я до сих пор очень прислушиваюсь к тому что говорят наши клиенты и вот даже коллекция спортивная которая у нас появилась тоже по запросу наших клиентов они у них был запрос спортивной одежды которая бы выглядела женственно вот и я как бы послушно выполняю все их просьбы так что вот так вот двигаться двигаться как вот смотри я просто прекрасно это знаю тоже меня был такой момент когда я перестала вышла из отношений на то есть у меня был тоже первый брак а вот я вышла из отношения поблагодарила отпустила ушла вся в работу и в своих двух маленьких детей в шея осталась после развода двумя детьми маленькими которые только влад родился и вот был такой момент какой-то когда ты уже не ждешь когда ты уже них ну не то что не хочешь но ты не думаешь об этом да то есть ты как будто уже отпустила ситуацию и ты понимаешь все что должно быть произойдет и потом вдруг в случайно встречается человек который твой вот твоя родная душа как у тебя я я у меня вообще все очень магическим образом случилось сейчас расскажу во первых я после развода вообще не хотела замуж вообще ну как бы то есть прям вот не хотела и долго долгое время не хотела поэтому как бы пять лет у меня не было вообще никакого желания выходить замуж и собственно говоря пока ну вновь не появилась я и не вышла замуж но отношения безусловно какие-то у меня были какие-то огорчали какие-то радовали вот но когда мне исполнилось 33 года я решила в эту дату во первых поехать в израиль мне почему-то захотелось вот возраст христа не знаю и в моей жизни очень много всего происходило каких-то изменений то есть мне захотелось просто стать каким-то другим человеком не за какой-то новый уровень осознания что ли пришел я начала соблюдать религиозные посты то есть ограничивающие какие-то в эти моменты тоже ко мне приходилось много различных открытий начиная от бизнеса работы то есть действительно как-то открывается сознание когда ты освобождаешь время да от каких-то там посиделок в кафе то есть кафе ты уже вечером не пойдешь курить кальян потому что ты соблюдаешь пост и не куришь кальян ты не пьешь ты едешь домой ты приезжаешь раньше домой ты ложишься раньше ты можешь почитать ты можешь раньше проснуться можешь сделать зарядку там помедитировать и так далее то есть вот это очень сильно как раз вот про то что про здоровье до тела своего то есть очень начала заниматься своим телом фигурой питанием и я помню поехал сделать получиться девчонки организовывали фитнес-тур и я решила поехать вместе с ними и вот как раз в этом фитнес-туре я познакомилась со своим мужем и каждое утро занимались йогой посыпались всем утра это было в горах сочи было очень красиво и мы познакомились с мужем там как мне показалось что это было очень случайно причем я не хотела ему давать номер телефона потому что ну как бы курортный роман мне не подходил вот сразу я говорю какой смысл давать телефон завтра я уезжаю как бы вы из сочи а я из москвы он будет я тоже из москвы и самое удивительное что через два месяца мой муж признался мне в том что это было спланированное знакомство я кстати об этом еще не рассказывала я это сейчас впервые только через два месяца он это мне сказал то есть он хотел со мной познакомиться он говорит я не сумасшедший я не собирался жениться на тебе я просто хотел заглянуть в глаза и поговорить с тобой и понять мне показалось или нет я больше всего обожаю когда мужчины госпособны были на подвиг я девчонкам рассказывала когда сидит мужчина такой долго с тобой наблюдая где-то потом выходит идет за тобой или по машинным номерам и ищет вот эти все когда мужчина делает много действий чтобы что-то как бы произвести впечатление он просто офигенский на самом деле а знаешь что круто что ты даже не подозреваешь то есть ты можешь даже где-то грустить немножко что вроде как ты уже и готова к отношениям но вот нет такого человека а оказывается в это время кто-то планирует до встречи с тобой да такую судьбоносную и он на самом деле все просчитал то есть он как бы признался мне в этом только через там два месяца да как бы то есть через какое-то время то есть все это время он как бы делал вид но он не мог не признаться потому что он не хотел чтобы между нами было какое-то вранье то есть рано или поздно это было как-то выплыло наружу вот и да вот так вот это все очень романтично было то есть он вычислил в каком отеле мы то есть так как я поделилась в инстаграме что вот я уехала фитнес-тур вот у нас такое классное расписание утром мы делаем это то есть он знал мое расписание да то есть он вышел утром говорит так что-то опаздывает на йогу где это они то есть он как бы полностью все знал вычислил какая-то гостиница приехал туда получается снял рядом номер и выходил как бы там на завтрак вот где-то на лужайку где мы занимаемся йогой чтобы как-то с нами познакомиться просто огненная история девочки а еще и эксклюзив для woman inside потому что я пересмотрела ведь все что могла найти про варду и таких историй не слышала я я кстати вот так вдохновлена ну вот этим периодом ухаживаний что я писала историю нашего знакомства но я на самом деле как бы есть хэштег называется мой правдивый роман там я рассказывала полностью вот историю нашего знакомства и я до вот этой кульминации так и не довела я понимаю что если бы я рассказала все детали ну у людей был бы шок потому что я сидела с вот такой челюстью он мне признался в свой день рождения то есть когда убить я его уже не могла за это именинника вот но я до сих пор потрясена и мне так нравится так приятно что он такой у меня необыкновенный и что что наше знакомство такое небанальное девочки огненная история специально для вас чтобы каждая сейчас просто закрыла глазки глубоко делала вдох и выдох и почувствовала что где-то кто-то прямо сейчас ищет мечтает о вас и мечтает о вас просто замечтайте это послезавтра полнолуние и как раз сейчас растущая луна и вы будете полны мечт и вдохновения надежд ну как бы просто кайфанить от этих мыслей без страданий хорошо потому что я знаю как многие женщины страдают когда думают о том о чем-то прекрасном а потом объясняют себе установками что блин это нереально это нереально такое может быть сто процентов истории бывают я хочу тебе сказать что я не знаю как вот твой муж да как твой мужчина питается постоянно этой энергией да это этим интересным то что в тебе есть но мы кайфанули ну то есть я вижу по комментариям я знаю по себе что мне очень интересно я думаю что мы еще увидимся и продолжим у нас есть сообщество в котором у нас более такая интимная девчачья обстановка потому что на обществе все свои на ютюбе я вот вижу странных людей каких-то какие-то мальчики к нам забегают с какими-то комментариями а в сообществе откровенность зашкаливает поэтому я буду рада пригласить тебя в закрытое сообщество в у нас там около 40 тысяч на фришной части на скачанном приложении и около 7 тысяч на подписки и мы что-то такое сделаем с удовольствием посекретничать на любые темы вообще очень любимый умеет практикуем мы сейчас должны заканчивать потому что у нас на instagram отключат эфир дальше я хочу увидеть ваши инсайты вы помните что какие мы потрясающие мы понимаем самая главная польза или благодарность за эфир это если вы напишите комментарии подпишитесь на варду подпишитесь на меня пишите в комментариях что было полезно вот из наших разговоров что вы взяли и что вы пойдете сделаете прямо сегодня после этого эфира а еще мы идем на аккаунт варды и в 15 часов будет обратный гостевой визит на и мы будем говорить я буду отвечать на вопросы варды да мне есть интересный вопрос на самом деле и мне очень интересно твое мнение услышать и я думаю что его будет услышать интересно и подписчикам подписывайтесь переходите продолжим в три часа вот я хочу сказать тебе еще раз огромное спасибо чтобы ты хотела на путственные слова вот донести что-то что ты считаешь вот на сегодняшний день самым важным для женщин я что могу сказать у нас очень многие часто говорят о том как важно любить себя но к сожалению не все понимают что любовь это глагол да то есть это действие и для того чтобы проявлять любовь к самой себе вы тоже для себя должны делать какие-то поступки сегодня я не знаю вы сделали зарядку для себя завтра вы я не знаю побаловали себя там маской для лица и так далее то есть когда вы что-то делаете для себя тем самым вы проявляете любовь к себе и вот а с нее как известно все и начинается поэтому любите себя действуйте в отношении своего тела ума и так далее любить тебя это делать то что ты сама себе обещала я очень вас люблю благодарю варду всю ее команду я благодарю свою команду woman inside все кто организовал этот эфир для вас ну и конечно я надеюсь что вы поделитесь этим эфиром я считаю что это полезные вещи для женщин чтобы они жили они существовали маленькие такие подсказочки как кто-то прошел свой путь и что оказывается так возможно я надеюсь что мы вам дали инструменты для движения вперед спасибо тебе до новых встреч спасибо большое так а я вас жду всех на жду вас всех срочно скачать приложение woman inside потому что уже прошло две недели мы уже много доработали и у нас очень много крутых активностей в мае специально для вас это медитация это вечера кайфушницы где мы занимаемся возбуждением где мы занимаемся сексуальными практиками и конечно у вас каждый день подсказки от астролога торолога нумерологов и куча контента для развития женщин это вот новенькие пишут что дальше куда бежать я вам говорю скачать приложение в appstore или android для android все я благодарю вас за этот эфир надеюсь что мы вам были полезны увидимся каждый вторник в четверг на канале вы момента это